Идея проведения диалоговой пляцовки у Каменцы возникла несколько дней тому, подчас проведения приема граждан членам Совета Республики Александром Карпицким. Инициатива конструктивной гутерки относительно необходимых измен у гражданства сразу знайшла в отгук и была подтримана членам Совета Республики. Граждане, которые пришли на беседу со мной, на решение каких-то проблем, высказались желанием поговорить с властями, с людьми, которые могут как-то повлиять на общую ситуацию и высказать свое мнение. Поэтому, в общем-то, триггером явился народ. Когда у людей появились свои взгляды на жизнь общественную, политическую, другого выхода у нас нет. Должен быть обязательно диалог с людьми, которые не состоят, может, в каких-то партиях, политических движениях, а просто с утра до ночи работают и хотят высказать свое мнение, свое представление, свое видение будущего нашей страны. Жихарка Каменца Нина Сазонова была одной из инициаторов проведения такой пляцовки. На ее думку, как переодолить социально-политичную напруженность, на перш потребный диалог. И не только разговаривать, но и выполнять то, что, возможно, предлагают оппоненты. Вот я вижу так, потому что проблем много. Жихары города и района имели махчимость выказать свои меркования на кумки обходных изменений у разностаенных галинных громадства. Например, Ирина Мушчук пропоновала удосконалить систему средней адукации так, чтобы выпускники имели певную специальность. Чтобы дети, когда заканчивали школу, они имели представление, куда им поступать. На сегодняшний день дети не имеют представления, куда поступать. Куда я пойду поступать? Не знаю. Вот куда друг пошел, куда сосед пошел, а может быть, что-то тут рядом с домом. А понравится он, не понравится, главное – диплом. Они выходят с диплом, они являются специалистами, у них нет практики. Понимаете? Вот это вот немножко нужно модернизировать. На пляцовцы обмерковывали разностаенные пытания. Например, проблему смиаротного покарания Украине, державной символики, махчимые виды выборчей системы. Пелные политологичные пытания. Сирот пропонов, подтриманных коллегиально, конкретизация роли державы у ахове здоровья, изменение у парадку формирования центра выборкама. Уведение суда присяжных, як форму, делу народу у судовой галине улады. Особистые пропоновы так само не застанутся без уваги. Наприклад, один же Харокомянца пропоновал обмежевать термин президентских полномодствов. Президент избирается сроком на 5 лет. Почему мы его избирали на 6 срок, мне непонятно. И многим людям непонятно, понимаете? В этой конституции, это последняя конституция, с поправками на двух референдумах, ничего не сказано даже о двух сроках. Здесь только четко написано – избирается на 5 лет. Старшиня Каменецкого района Канкама нагадал, что с наибольшим наболелыми питаниями, які возникают у Жухароу района, я не маю смахшимасть вернуться не только подчас диалоговой пляцовки. Местная наша власть в таком, да и в остальных, я знаю, городах небольших, которые не уходят от диалога, абсолютно всегда могут прийти на приемы граждан, высказать. Проводят приемы у нас депутат палаты представителей и член Совета Республики. Пропановы, огученные на диалоговой пляцовце у Камянцы, будут накерованы для дальнейшего разгляда у Конституционную комиссию национального схода Республики Беларусь. Вероника Яковец, Игра на Капян, Телерадо и компания «Брест».